Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проходит в нашем районе уже в 21 раз. И, как всегда, это событие отличается зрелищностью, яркими эмоциями и непредсказуемостью. Финал конкурса «Учитель года-2014» не стал исключением. Четыре претендентки боролись за звание «Быть лучшей в своей профессии». Им помогали коллеги и любимые ученики. За удивительным соревновательным процессом наблюдала наша съемочная группа. Районный конкурс проходил в несколько этапов. 11 педагогов Ленинского района приняли участие в полуфинале. Перед началом финальных состязаний поздравили тех, кто боролся, но не вышел в финал. На завершающем этапе конкурса присутствовали представители администрации, депутатского корпуса, учителя различных школ района, начальник управления образования Дмитрий Волков. Я хочу сказать спасибо вам за такое яркое событие. Событие на самом деле и отрадно всего того, что в нашей жизни меняются технологии, меняется содержание образования, меняются подходы, используются новые инновационные технологии, но при этом остается неизменной и сохраняется на всю жизнь миссия учителя. Четыре претендентки на звание «Учитель года 2014» должны были пройти четыре этапа финальной части конкурса. Еще до начала мероприятия все желающие смогли посмотреть выставку, подготовленную участницами «Я вчера, сегодня, завтра». Сразу можно было заметить, в финал вышли учитель физкультуры, английского языка, географии и литературы. Каждая участница подошла к оформлению выставки творчески. Сложно быть судьей, профессионализм участниц с каждым годом растет, говорит заместитель главы района Надежда Демкина, которая, веря в чудодейственную силу «Дерево удачи», одной из участниц завязала на нем свой узелок. Они очень серьезно подготовлены, капитально подготовлены к конкурсу сегодняшнему. Я не знаю, очень было сложно выбрать лучшую из лучших. Понимаете, как здорово. Первое состязание на сцене называлось «Самопрезентация». Не было предела фантазии учителя английского языка Видновского художественно-технического лицея Ирины Шуйской. За несколько минут она завязала в воображении каждого зрителя множество узелков собственной жизни. В школу я пришла, да вот не угадала. Вовсе никакой ее во сне видала. Я сюда пришла, меня вот так знобила. А потом я эту школу полюбила. А потом я нашу школу полюбила. Год культуры имел отклик в выступлениях каждой участницы. Так, самая юная из финалисток учитель русского языка и литературы Видновской школы номер 6 Елена Камьянова доказала, культура появилась тогда, когда зародилось человечество. А учитель-словесник, как никакой другой, воспитывает культуру в своих учениках. Ты даришь свет нам, ты даришь знания, культуру. И я на заплане, от раз пусть и дропить по городу, все даришь любимая школа. Татьяна Иларионова, учитель географии Видновской гимназии, за несколько минут убедила весь зал и своего ученика Леню, география – это важно, нужно и интересно. Хотя сам Леонид Власенко говорит, ни его, ни других ребят из его класса нет нужды убеждать в этом. Это был сценический образ на самом-то деле, но география – это очень полезный предмет. Интересный. Да, интересный, особенно у нашего учителя. То есть все уроки очень интересно проходят. Второе финальное задание педагогика и кино заставило смеяться весь зал. Творчески и с чувством юмора подошли к его выполнению конкурсантки. Переозвучивание фрагмента из популярного фильма и главная задача – придать изображению совершенно новое профессиональное звучание. Ты разбиваешь мне сердце своими ребятами! Мама, у меня и другие кумиры есть! Да какие кумиры? Леончик в твоем возрасте! Майп своей скажи! Эрина Вячеславовна, заходите! Это мой учитель английского языка. Мы очень ее уважаем, очень ее любим от всего сердца. Вот меня коллеги поддержат же? Да, я с первого класса учусь этим учителям английскому языку. Никогда бы не подумал, что я смог выучиться. Я смог научить английский, выучить. Получается? Получается! Благодаря своему учителю мы знаем английский язык. Учитель Тицицерон – так назывался третий конкурс – конкурс красноречия. Учителям необходимо было подготовить речь на педагогическую тему, в которой бы нашли отражение высказывания знаменитых людей. Каждая участница вложила в свою маленькую речь всю свою мудрость и педагогический опыт. Учитель физической культуры Молоковской средней школы Елена Валеева размышляла над словами римского философа Синеки. Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра. Я считаю так, что для человека, стремящегося к счастью, такая гавань есть. Это его работа, на которую он с удовольствием каждое утро спешит. И его родной дом, куда он возвращается со своей любимой работой. Подводя итоги финала, жюри отметила высокий уровень мастерства каждого педагога. Всем вручили ценные подарки и благодарственные письма главы района, диплом управления образования, подарки от Московской областной думы и районной администрации. Единогласным решением победителем конкурса «Педагога Доленецкого района-2014» стала Ирина Шуйская, учитель английского языка в ИХТЛ, участница под номером один. Я очень довольна. Я даже думаю, что для меня самым счастливым стало то число, которое я вытянула на жеребьевке. Я очень благодарна всем своим коллегам. Я благодарна всем, кто рука об руку со мной прошел и через все этапы конкурса, и через финал. Кстати, приз зрительских симпатий тоже достался Ирине Шуйской. И все же приятно понимать, что конкурс не был состязанием соперников. Это было дружеское соревнование коллег. У нас был разговор до этого. Мы сказали, что кто бы ни занял первое место, мы будем друг за другом рады. Я рада. А у победительницы впереди подготовка к следующему этапу – областному. Пожелаем Ирине Вячеславовне удачи. Татьяна Брулова и Адамия Елена Кушелева, Видное ТВ.